Отдел культуры Омской епархии принял участие в областном мероприятии, посвященном Дню Победы. Как считали подвиг ветеранов в Омске, расскажут наши коллеги. В военно-мемориальном комплексе Черемушки прошла традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной войны в лесу прифронтовом. Именно здесь, где в годы войны формировались омские боевые части, собираются каждый год ветераны, чтобы почтить память своих боевых товарищей и напомнить курсантам, молодежи учебных заведений и призывникам о героическом прошлом нашей Родины. Эти мероприятия мобилизуют, не помогают, а мобилизуют, потому что здесь дух славы поднимается в войске. Победа, а это что такое? Это такой дух воинской доблести, такой бог славы, который выше уже не было пока в истории, как совершилось в Великой Отечественной войне. Ярко и образно было участие в мероприятии представителей ипархии, православного театра преображения под руководством Олега Ганженко, войскового священника и руководителя отдела культуры ипархии. С помощью ветеранов мы можем видеть примеры отваги и любви к Родине. Можем узнать новое из рассказов наших прабабушек и прадедушек, которые были то участниками блокады, то в самых боевых действиях. Артисты театра встречали ветеранов на Аллее Славы, в военной форме и с боевым оружием военных лет, рядом с автотехникой военного времени. Не стоит забывать о подвиге, которые сделали деды, прадеды. Должны всегда чтить их память. Воспитанники Александра Иванникова, руководителя православного военно-патриотического клуба «Десантник», многократные чемпионы России продемонстрировали ветеранам мастерство рукопашного боя. А певец Юрий Овчаров, приглашенный к празднику из Ташкента, стоя в кузове полуторки, исполнил песни военных лет. Наша история такая великая, и вот эта победа празднуется сейчас, и ее нельзя забывать, потому что это наша основа духовная. В памяти о военном прошлом отец Олег привез с собой хлеб, испеченный по рецепту блокадного хлеба, доставленный накануне из Санкт-Петербурга. Мы предложили Министерству культуры, вот снова Господь нам помог, и из Санкт-Петербурга по нашим заказам привезли 40 буханок хлеба блокадного Ленинграда. Этот блокадный хлеб, да, это вещественное прикосновение той далекой, трагической, одновременно героической эпохи. Встреча поколений, как и огонь памяти, зажженный в этот день, еще раз напомнила о патриотизме, героизме и силе православного духа, вечными символами Великой Победы. Продолжение следует...